В столице строится новая радиальная линия метро «Троицкая», получившая порядковый номер 16. Линия длиной 43,4 километра с 17 станциями станет одним из самых протяженных радиусов московского метро и самым большим замкат. Она пройдет от станции ЗИЛ и дойдет до Новой Москвы. Ее запуск положительно скажется и на дорожной сети в районах, примыкающих к новым станциям метро, улучшится транспортная ситуация на юго-западе и юге столицы. Первый участок Троицкой линии метро от станции «Новаторская» до станции «Тючевская» открыт 7 сентября 2024 года. Станция «Новаторская» расположена вдоль Ленинского проспекта у пересечения с улицей Удальцова и улицей «Новаторов». Потолок станции «Новаторская» выполнен из алюминиевых панелей разного формата, имеющих шлифованную поверхность. Кессоны создают более камерную и уютную атмосферу на станции. Кроме того, в углублениях спрятали светильники. Путевые стены в верхней части поддерживают рисунок потолка. Некоторые элементы расположились в глубине, их выкрасили в оранжевый цвет. А нижнюю часть полностью облицевали перфорированными элементами высотой 1,2 метра того же оттенка. Станции отделаны разноформатными алюминиевыми сотовыми панелями, анодированными под нержавеющую сталь и выкрашенными в оранжевый цвет. Два ряда колонн и пол облицевали светло-серым гранитом. Цоколь выполнили из черного габродиабаза. Осторожно, двери закрываются. Следующая сказка – университет Дружба народов. Станция «Университет дружбы народов» расположена вдоль улицы Академика Апарина, у пересечения с улицы Миклуха-Маклая. Станцию украсили кессоны и мозаики из стекла. В шаговой доступности от станции «Университет дружбы народов» расположены крупные вузы, поэтому тема оформления станции связана с молодостью, легкостью и весной. Потолок украсили кессоны, собранные из металлических профилей и выкрашенные изнутри в салатовые и голубые цвета. Такой же рисунок повторен на путевых стенах, а также в хассовом зале. Встроенные светильники создают неравномерную игру света, за счет чего весь образ приобретает динамичность. Потолок собрали из крупных алюминиевых элементов. Два ряда колонн на платформе облицевали серым мрамором, а пол – светло-серым гранитом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – генерала Тюленева. Станция генерала Тюленева расположена на пересечении улицы Теплый Стан и генерала Тюленева. Поблизости от станции расположены жилой массив, тройский лесопарк, ландшафтный заказник «Теплый стан» и Московская академия акварели и изящных искусств Сергея Андреяки. В оформлении станции присутствуют косые линии на потолке и на путевых стенах. Колонну украсил черный камень, а пол – серый гранит. Стены и пол косового зала отделались серым мрамором и искусственным камнем оранжевого цвета. Одна из стен стеклянная, на ней разместилось декоративное панно с портретом генерала Ивана Владимировича Тюленева. Ивана Владимировича Тюленева. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Тюльчевская. Станция Тюльчевская расположена на пересечении внешней стороны 41-го километра МКАД и проектируемого проезда номер 976 в поселении Мосринген в Новой Москве. Станция имеет один наземный павильон с выходами в сторону МКАД и к поселку Мосринген, к остановочным пунктам наземного городского и пригородного пассажирского транспорта, а также подземный переход в строящийся торговый комплекс славянский мир. Своё название станция Тюльчевская получила в честь русского поэта и дипломата Фёдора Тюльчева. В XIX веке его отцу принадлежала усадьба Троицкая, которая находилась поблизости. Строительство Троицкой линии разделено на участки. Сейчас сооружается первая очередь от станции ЗИЛ до станции Новомосковская, общей протяженностью 26,6 км и 11 станциями. К концу 2024 года ожидается открытие трёх новых станций – Корниловская, Коммунарка и Новомосковская с пересадкой на Сокольническую линию. А в 2025 году откроются станции Вавиловская, Академическая, Крымская и ЗИЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова